Эфир телеканала Россия 24 продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте. Вот о чем будем говорить сегодня. Переезд снова под вопросом. Недостроенно маршала Устинова бросил очередной подрядчик. Стоит ли дольщикам надеяться на чудо? Виновскую рощу избавляют от застарелого нефтезагрязнения. Работы проконтролировал глава областного кабмина. И ульяновские пенсионеры за здоровый образ жизни. В региональном центре завершилась спартакиада для любителей спорта серебряного возраста. Дом, который люди ждут долгие годы. Недостроенно маршала Устинова 25 покинул очередной подрядчик. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело. Из рук в руки объект переходил неоднократно. А дольщики все это время ищут правду и ждут квартиры. Не переживайте. Все будет. Несколько лет подряд одно и то же присылают. Только меняют даты. Это лишь одно письмо из огромной кучи бумаг, которые за 8 лет скопились у Альбины Грицковой. Ипотеку на квартиру в новом доме она взяла в 66 лет. Долг перед банком уже погашен, но ключи от обещанного жилья до сих пор не получены. Очередной подрядчик покидает строительную площадку. Изначально банкротом был признан КПД-1, после чего возведение дома заморозили на уровне 13 этажа. Достроить многоэтажку взялся подрядчик из Чебоксар, но в итоге захищение средств был отправлен за решетку. Третьим на объект зашел застройщик из Татарстана. Но спустя время прокуратурой снова выявлено нецелевое расходование. В следствии данных незаконных действий причинен ущерб около 80 миллионов рублей. По результатам рассмотрения, направленных прокурором района материалов проверки по данному факту, возбуждено уголовное дело по часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть мошенничество, совершенное в особом крупном размере. С каждым новым подрядчиком у людей появляется надежда на скорое заселение в долгожданные квадратные метры. Но время идет, а недобросовестные строители меняются, словно перчатки. С 2017 года ждем уже свою квартиру наконец. Жилье не строится. Нас недобросовестные, как говорится, фирмы обманули, кинули. В областном фонде защиты правдольщиков сообщают, сейчас есть два варианта. Либо найти единственного застройщика, который готов сдать дом, либо снова объявлять тендер. Но тогда сохраняется шанс, что история с уголовными делами повторится. Это затянуться может бесконечно долго. Поэтому на сегодняшний день у нас потрачено практически полмесяца, почти месяц на поиски подрядчика. То есть мы предлагаем варианты, то есть говорим, заходите на объект. Вот есть деньги, есть финансирование, есть проектная документация. Но основной аргумент, по которому сегодня подрядчики не заходят на этот объект, не берут этот объект, это отсутствие свободных, скажем так, ресурсов по людям. Один из возможных вариантов восстановления прав обманутых дольщиков – уход на компенсационные выплаты. Но люди настаивают на другом, долгожданном исходе. Мне очень хочется, чтобы нам сдали этот дом. Никаких выплат нам не нужно, потому что сейчас жилье. Вы посмотрите, все вокруг отстроено. После нас отстроено 8 лет. 8 лет я жду это жилье. 8. И нет никаких сдвигов, одна только отписка. На сегодня в доме уже смонтировано 17 из 18 этажей. А в общей сложности строительство завершено на 70%. В обозримом будущем, если начать работу, то есть это 5-6 месяцев, то есть это реально, в принципе, закончить этот объект. Сейчас фонд продолжает активные поиски подрядчика, который возьмется за достройку дома на маршала Устинова. Если в ближайшее время найти его не удастся, объект снова придется выставить на торги. Артем Петров, Ксения Грищенко, Дамир Губеев и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. В Виновской роще и сегодня продолжают расчищать грунт от 2,5 гектаров загрязнений нефтепродуктами. Они копились десятилетиями. Ход работ проинспектировал глава областного кабинета министров. Игорь Кранцев продолжит. Буквально 100 метров от частных домов поселка Винновка. И это уже не город, а самый настоящий лес. Та самая роща с гончаровскими местами и, конечно, родниками. Вот только состояние некоторых из источников вызывает вопросы. Почва загрязнена нефтепродуктами. Объем загрязненного грунта, согласно официальным данным, 23 тысячи тонн. В настоящее время у нас проходят изыскательские работы и далее будет проведена экспертиза. Соответственно, то, что было, конечно, это огромный накопленный пласт нефтеотходов, которые у нас появились в 70-80-е годы. Задача на этот год – установка специальных фильтров и каптажной системы. Это позволит очищать воду как минимум на двух участках. В Волгу она будет попадать уже чистой. Региональное правительство называет проект одним из приоритетных. Стоимость работ – более 250 миллионов рублей. Завершить все начатые работы в прошлом году по данному нацпроекту, с тем, чтобы действительно здесь выявлены были многочисленные источники загрязнения, с тем, чтобы действительно ликвидировать. А в этом году наша задача – завершить все эти работы. Основные работы должны закончить в теплое время года. Подрядчики заверили, что проблем возникнуть не должно. Владимир Разумков, в свою очередь, отметил, что, несмотря на такую уверенность, контроль за ходом работ будет по-прежнему строгим. Масштабное благоустройство станет заключительным этапом работ в лесной части парка Виновская роща. Процесс обещают сделать максимально экологически сберегающим, а результат – с учетом пожеланий местных жителей, которые бывают в парке. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Детской клинической больнице Ульяновска – 10 лет. Сегодня это одно из самых крупных медучреждений региона, которое под своим крылом объединяет самые разные филиалы. Около 300 маленьких пациентов ежедневно принимают только в пятой поликлинике детской больницы. Зимой эта цифра становится еще больше. Коллектив больницы – это сотни человек, которые в последние годы стали единым целым. В 2014-м семь поликлиник, многопрофильный стационар, кабинет врача общей практики, два центра здоровья, пять отделений организации медпомощи детям в образовательных учреждениях взяли под одно крыло, которое без сбоев парит уже 10 лет. Мы все, ну как это сказать, единый коллектив, единый организм. И, конечно, мы стараемся работать так, как нужно работать. Поэтому за 10 лет мы выросли ощутимо. То есть если мы возьмем 2014-й год, работа в 2014-м году и работа в 2024-м году, это совершенно две разных больницы уже. Развиваться детская клиническая больница Ульяновска непременно будет и дальше. Помогут регионы, федеральные проекты. Но главным богатством здесь были и остаются врачи, для которых помогать детям не работа, призвание. Молоды и сердцем, и душой в Ульяновске провели традиционную летнюю спартакиаду для любителей спорта серебряного возраста. Больше 100 участников, 18 команд. Организаторы признаются, эти люди легки на подъем и готовы не только к зимней и летней спартакиадам, но и к любым другим спортивным фестивалям. Наша молодежь, она должна равняться именно на вас. Вы задаете темп, они смотрят на вас. Могу даже привести пример, что студентов тяжелее собрать, чем вас на мероприятие. Поэтому хочу вам пожелать огромного здоровья. Это спартакиада 14 по счету. В ней участвуют даже семьями. Михаил и Галина Зубрилины, например, приехали из Новопогорелого Корсунского района. На летнем спартакиаде мы участвуем впервые. Мне лично приходилось участвовать и на зимних спартакиадах. Это для нас образ жизни. Мы с женой спортивные люди. Я работаю в школе. Жена меня все время поддерживает. Занимаемся многими видами спорта, в частности волейбол. Лучшие получат шанс проявить себя и на спартакиаде всероссийского уровня. Однако, вне зависимости от итоговых протоколов, это те соревнования, где нет проигравших. В Витебской области прошел творческий фестиваль «Брасловские зорницы». Этот конкурс по традиции объединяет фольклорные коллективы. На этот раз среди участников оказался и хор «Калибри» из Ульяновской детской школы искусств номер 12. Народный образцовый коллектив «Эстрадный хор. Калибри. Город Ульяновск. Россия». Вот так, с официальным представлением и флагами города и региона. Юные ульяновцы, как и остальные коллективы, прошли по улицам старинного Браслова во время открытия фестиваля. Музыкальный форум проводится уже более полувека. И на сей раз собрал коллективы из Белоруссии, Латвии и множества российских регионов. Фестиваль был достаточно серьезный, потому что там присутствовало несколько национальностей. Мы очень с многими познакомились, можно так сказать. Увидели их культуру и поделились также своей. Представители Ульяновской детской школы искусств номер 12 намерены снова приехать в Республику Беларусь. На сей раз, чтобы заключить договор о сотрудничестве и продолжать обмен творческим опытом. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вест Ульяновск. На территории Ульяновской области на ближайшие три дня объявлен желтый уровень опасности. Столбики термометров поднимутся местами до 35 градусов. Жарче было только 13 июня 1998 года. Тогда был зарегистрирован абсолютный июньский максимум в плюс 37. Врачи советуют такой жары остерегаться. Все новости всегда доступны на медиаплатформе «Смотрим», а также на официальном сайте ГТРК «Волга» и в наших социальных сетях. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА